Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Господь сегодня хочет поселиться в каждой сердце, в каждую душу, дать каждому из нас то особенное благословение, которое очень нужно нам, чтобы мы сегодня в радостной песне хваления прославили Господу вместе с тем сонным ангелам, которые перед престолом сегодня воспевают. Слава Богу! Когда мы часто говорим слово «свят», то, вы знаете, это слово некоторых пугает. И по той простой причине, что мы люди грешники. А вообще-то, если вдуматься в это слово «свят Господь», это великая радость и счастье, что Господь сегодня свят. Это значит, что Он не изменен. Это значит, что Он любит нас, независимо от того, в каком состоянии мы сегодня находимся. Это значит, что Он готов помочь нам из-за этого славы и благодарения нашему Господу. Если бы у Него было хотя бы чуть-чуть, немножко меньше святости, чем есть на самом деле, то уже многие из нас сегодня не были в молитвенном доме, не имели права склонять свои колени, не было бы никакой надежды, что Господь нас услышит, но благодарен нашему Господу. Так как Господь свят, Он обещал нам поддержку и милость, то и сегодня наш голос совершенно на высоте, а наши сердца находятся здесь, в молитвенном доме, чтобы слушать Слово Господне. Слава Ему и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы независимо от обстоятельств, независимо от тех трудностей, которые мы переживаем, чтобы наше устащивание прославили имя нашего Господа. Слава Ему и благодарение. Это очень важно, благодарить Бога в любой обстановке. Я помню одно свидетельство, когда кто-то из наших сестер переживал какое-то необычное время, когда душа томилась, и она просто не могла понять, почему. Вы знаете, когда приходит томление в наше сердце, мы, как правило, начинаем исследовать свою жизнь, потому что знаем, если в нашей жизни произошло что-то неприятное для Господа, мы обязательно будем чувствовать какой-то дискомфорт, будем чувствовать что-то неприятное в нашем сердце, или будет нас совесть обвинять, или еще что-нибудь. Но она как-то искала причину и никак не могла найти. И однажды, когда они стали молиться, мы сейчас с сосудом, Господь открыл такое видение, что стоит дьявол рядом и просто щипает эту сестру. Он получил такой доступ. Ну, какой-то, веет на сердце каким-то холодом. Вы знаете, мы живем в этом мире, мы живем, где царствует дьявол. И Христос сказал прямо, ну, если не царствует, то ограниченное царство, но все-таки он имеет сильное влияние. И Господь прямо сказал, что вот идет князь этого мира. Вот идет князь мира сего. И во мне не имеет ничего. И когда эта сестра рассказала это видение и просто предложила, ты не смотри на эту тяжесть, начни благодарить Бога. И когда она ощущает вот это давление, не понимая, что с ней происходит, стала благодарить Господа, дьявол говорит, просто огорчился очень сильно, паник полностью и отступил от нее. Потому что нету причины. Он хочет отобрать радость у человека. Он хочет, чтобы мы не ставили Бога. Он прилагает все усилия, чтобы мы роптали, недоумевали, плакали. Но когда мы в такой обстановке начинаем благодарить Бога, Ему ничего не остается делать, как только уйти и потерпеть это жестокое поражение для Него. И мы сегодня благодарим Бога, что у нас есть святая книга Библии, которая отвечает на многие вопросы и проблемы. которые кажутся нам туманными, непонятными, обезоруживающими нас. Но если мы в любой обстановке научимся благодарить Господа за все, что с нами происходит, то я знаю, милость Господня не обойдет нашего сердца. Слава Ему и благодарение! Я буду читать одно местописание. Оно не будет новым, потому что мы все читаем одну Библию, все читаем одно и то же самое слово. Но это будет 23 глава Евангелия от Луки. 22 глава. И читаю 47 стиха. Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди Его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо Он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал Ему, Иуда, целованием ли продаешься на человеческого? Бывшие же с ним, видите, к чему идет дело, сказали Ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первоспященникова и отчег ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно. И коснувшись ухо Его, исцелил Его. Первоспященников же и начальникам храма и старышинам, собравшимся против Него, сказал Иисус, как будто на разбойника вы с мечами и колями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Я обращаюсь к тому далекому времени, когда Иисус еще только что был, значит, перед самым серьезным испытанием стоял, потом был арестован. Это было до того радостного дня воскрешения. Это было до того, как еще ученики поняли, что произошло. Они все еще думали, что Он избежит рук человеческий. И когда Иисус говорил, что Ему должно умереть, то никак не хотели верить. Отговаривали Его. Петр говорил, Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с Тобою. Их можно было понять. Но и для Иисуса Христа было определено время. Было время, когда Он рос. Было время, когда исполнялся премудрости, благодати Божией. Было время, когда исполнился Духом Швятым, когда принимал крещение. Было много времен. Было время, когда Его клеймили. Были люди, которые Его оценили так, как и должно было оценить. И несмотря на то, что Он был Сыном Божиим, ни разу не сделал никакого греха. не было лезть в устах Его. Священное Писание говорит, когда Ему было трудно, то Он не угрожал, не защищался. и для Него было назначено очень трудное время. И когда пришли взять Его, вы знаете, почему я это говорю сегодня? Я, как правило, хочу поддержать тех, которые переживают трудности. Иногда надо направить и тех людей на хорошее русло, которые вообще переживают особое благословение. И здесь надо подсказать, как этим благословением распородиться. Но когда проходят трудные времена, вы знаете, это небезопасные времена. Вы смотрите на историю, сколько столбов, которые были шлятильниками, они где-то с татуей с властью тьмы, и они не устояли. Наверное, вы читали книгу «Божий генерал» и, наверное, читали ее. Экотиро, у меня Кульман, а потом Абрангами, а тех, кто действительно был исполнен Духом и Святым. Но несмотря на то, что это были особые люди, в их жизни приходили трудные времена. И было время, когда и власть тьмы простирало свои руки над ними. И вот Христос, будучи Сыном Божиим, были времена, когда тьма воевала против Него. Вы помните, сколько раз Его пытали взять, хотели даже бросить с горы, но Он взял, прошел между ними, и никто рук не наложил. И вот наконец-то наступило другое время. Подошли, один из двенадцати, который получил жребий апостольства, который имел прекрасный жребий от Господа, но у него на первом плане были деньги, и они его погубили. И вот этот первый, он идет и дал такой знак, что «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И когда они подошли и окружили, то Иисус, самые главные слова, на которые я сегодня делаю оценку, Он сказал, «Я с вами всегда бывал в храме, я не скрывался, я ходил без охраны, если даже теперь Петр поднял свой меч, чтобы защищаться, то я сказал бы «Вложи твой меч в ножны, а Амалха исцелил». Но теперь другое время, теперь прошло время, теперь ваше время и власть тьмы. Дорогие друзья, я думаю, может быть, сегодня кто-то переживает вот это присутствие тьмы над вами. Может быть, давно болеете или давно ищете обстановки, чтобы поменять ее, но до сегодняшнего у вас ничего не получается, и вы говорите, что власть тьмы взяла вас в свои руки. Друзья дорогие, наверное, нет. Вы знаете, тьма всегда воевала против христианства. Я когда-то где-то говорил на тему о безднах, которые заключены в хранилищах. И вы знаете, что нам приходится идти по этим безднам. бездна – это огромная масса воды. И где-то Библия называет скопление народов тоже водой. Говорит, рвут они, как рвут сильные воды. И мы, как маленькие капельки, но отдельные, мы ходим по этим безднам. Мы уже не знаем, что там внутри. Но вы знаете, что, друзья, но все-таки эта власть мы пока что только еще пугает. Господь эти бездны, которые грозят нам погибелью, очень часто раздвигает. Вы помните, как израильчане подошли к Черному морю? Там был плач, там был вопль. Они стали роптать, чтобы мащить, куда ты нас провел? Потому что сзади фараон, впереди Черное море. Но, друзья, дорогие, на благодарение Богу это бездна. она не поглотила народ израильский. Господь сказал, Мащий, Мащий, просты твой жест на море. И когда жест Мащия был простерт на море, то воды расступились и стали щеною. И люди шли по проходу, но это было не по бездне. Я думаю, им тоже было не так-то легко идти. Представьте себе дорогу, кругом стоит вода щеною, понимаете, что это вода. это не кирпич, это не гранит, это вода стоит. И надо было иметь веру, что эта вода не польется назад. Вода стояла по обе стороны, покуда израильчане шли. Друзья, дорогие, недаром написано, они крестились у Моисея и у моря. Знаешь, что такое креститься? Окунуться. Это отречься от себя. Не так-то просто было стоять в воде щеною, Моисея говорит, идите, идите туда. А вдруг обрушится? Это надо было вера. И они крестились. Они это сделали. И в Библии они крестились в Моисеи и в море. Господь избавил от этой власти тьмы. Эта тьма их не достигла. Вы помните другой случай, тоже очень трудный, очень тяжелый, для Петра был. Когда он ушел к Христу, он с учениками в лодке, вернее, Петр с учениками в лодке, а Петр идет по воде. Петр усомнился. Иисус ли это? Каким мы сегодня часто думаем, Иисус ли это допускает? И почему это пришло в жизнь? И следующая просьба к Иисусу, Господи, если это ты, то помели мне прийти к себе по воде. Иисус говорит, иди. И когда он вступил на эти волны, знаете, эти волны держали его, они клокотали, они ревели, перед ним была бездна, но бездна свою власть над ним не распространила, он шел по этим волнам. Может быть, сегодня кто-то из вас идет по этим бушующим волнам, и вам кажется, что Бог вас не защищает, и вам кажется, что Бог ничего не делает, но, дорогие друзья, братья и сестры, если вы идете по этим волнам, если эти опасности не поглотили вас, если смерть, которую я смотрел вам в глаза, еще не настигла вас, то над вами силы тьмы не имеют никакой власти, за что благодарение Богу есть только страх, и есть только недоверие, и есть только неверие. И покуда Петр смотрел на Иисуса и доверял ему, он шел по волнам. Как только свел глаза с Иисуса, посмотрел на волны, тут же потерялась вера и начинает тонуть, говорит, Господи, спаси меня. Иисус говорит ему, зачем ты усомнился, маловерный? Русиа дорогие, но бывают другие времена, когда простирается власть тьмы, в самом деле, а то не страх от того, что я, наверное, заболела тем и тем, тем и тем, а то не страх. Вы знаете, нас часто страх мучает, больше всего страх мучает, не столько болезни, не столько проблемы, сколько страх мучает. Но есть такие случаи, о которых в Библии написано, а теперь ваше время и власть тьмы. Для чего? Вы знаете, друзья, наша сущность открывается тогда, когда мы оказываемся под властью тьмы. когда все хорошо, так хорошо. Мы тогда и Богу служим, мы тогда и благодарим Бога за все, мы тогда надежду имеем, но когда приходят другие времена, оказывается, что мы то и не совсем то, что надо. И вот Господь в некоторых случаях допускает над нами власть тьмы. она не рядышком, она не на расстоянии, она не пугает нас, она в самом деле касается нас. И тогда открывается, что есть внутри. Вы помните беседу Иисуса Христа с учениками своими, когда Он и объявил. вот вы говорите людям, что Я Мессия, это правильно все делаете, что идет градушье Царство Небес, но даже им сказал так, никому не рассказывайте об этом, потому что мне же надо умереть будет. И для вас будет трудно перелетить, но вы рассказывали на горе Прображения, мы его таким видели, Моисей, Илья, а что вы теперь скажете, когда тот, о котором вы рассказывали, что он в самом деле Мессия, он распят и погребен, поэтому Иисус говорит, пока что не рассказывайте об этом, вот когда я воскресну, почему не рассказывайте, не потому что это неправда, а потому что вы просто не выдержите напора этого, вы не можете устоять веры, и это была правда, когда с Иисусом случилось, вот то, что должно было случиться, то вы помните, что они говорили, а мы то думали, что это и правда тот, а теперь вот идем, да и думаем, тем не менее, уже третий день, как во гробе, нету того, о чем он говорил, правда говорит, женщины были у гроба, и сказали, что его нет живых, но женщины есть женщины, они всегда что-нибудь придумают, говорят, эти слова показали пустыми им, но это была правда, это была та реальность, с которой столкнулись в то время, но не могли воспринить ее как реальность, и вот пришло время, ученики обещали Иисусу, если и все оставят себя, то не мы, а Петр первый был, Иисус говорит, посмотрим, вот придет время, власть тьмы, и тогда посмотрим, теперь это все легко делать, под моей оградой, говорят, что-нибудь нуждались, нет, не нуждались, но теперь будете нуждаться, приготовьтесь, возьмите то и то, натрис отказывались, такого никогда не будет, а потом, когда власть тьмы взяла все в свои руки, Петр клялся и божился, стукал себя в грудь, что не знаю этого человека, а Иисус был Иисусом и на Голгофском крыше, на него тьма не повлияла, вы понимаете, что значит иметь полноценную святость, тьма не влияет, его просто искушают, если ты сын Божий, то сойди с крыста и уверен в тебя, ему было больно, но сказать обидно, но наверное не то слово, было горько от того, что его так предали, было трудно по-человечески осмыслить, что происходит, но вы знаете, они его искушают, бьют, издеваются, а Иисус и во время свободное, и во время власти тьмы, у него одна молитва, отче, прости им, они не знают, что делают, есть разница, когда спокойная свободная обстановка и власть тьмы над тобой и не меняться, я такой приведу простой пример, который что-то нам скажет, может быть сегодня Господь что-то над вами власть какая-то тьмы, Он открывает вам ваше состояние, это так, именно здесь открывается что есть что, я помню однажды, вы наверное помните брата Махляра, помните наверное его, пожилые помнят братья и сестры, молодые не помнят, потому что ну наверное лет может уже около 7-8 когда он умер, и однажды он был в одном собрании, и собрался идти говорить проповедь он собирается идет кафедре а при смесь за рука говорит а ты куда сейчас пустил кого-то потом подумали пошептались пошептались ну брат мы решили иди говори он выходит и говорит как будто ничего не было это простой пример скажите как бы вы смогли вы говорить после этого или не смогли бы уже вы выходите за рукав сейчас это же перед людьми это же не где-то уголку там на один где-то там канцеляры ищели он собрал это при людях было все он остался тем кем и был никакой обиды наверное я бы уже проповедь сказал бы на тему обиды свою тему уже так нельзя он что хотел то он и говорил я принял простой пример может быть не сравнить смерть Христа его поведение и не сравнить махляра которые там однажды где-то зацепили но тем не менее ясно что власть мы влияние не оказывает вы знаете как все таки важно понимать это и независимо от того кем тебя считают люди и кем ты кого считаешь быть на должном уровне смотреть глазами божьими на все происходящее я когда-то вам привел тоже один такой пример когда еще был брат павел пеппо пастором и я у него был замест дьякон наверное я тогда был и кто-то однажды это такой простой пример ну как он все-таки влияет на нас на нашу духовную атмосферу и вот сидим мы на своем месте а я смотрю ком на возле лежит перед кафедрой кто-то шел и оставил и у меня сразу мысль это ты и я сижу я уже места не нахожу ну хотя бы с чистой кто-нибудь подошел да убрал его они как специально ничего не видят ничего не слышат мне уже не до проповедь думаю ну что я надел позор какой-то а вот смотрю глянул брат павел глянул на свою подошву а там тоже какой-то ком поставил назад ногу и продолжает так как было раньше я бы наверное не знаю что мне бы истинно ногу было поднять поглядеть я бы поглядел и узнал что не моя подошва и я этим не унизил его я просто показал на него не повлияло этот навоз есть навоз а служение есть служение вот здесь Христос когда оставил нам эти слома он напомнил нам что если мы христиане если мы достигли какого-то возраста то независимо от того хорошо нам или плохо тьма рядом с нами и она схватила нас своей рукой но священное писание напоминает это ваше время власть тьмы и ничего худого не сказал вопреки он делал свое дело и победил тьму он никогда не был подъем властью друзья дорогие если вы сегодня переживайте такое время если вам кажется что все вокруг сгустилось и темно если вам кажется я не знаю что вам сегодня кажется но я хотел бы чтобы вы делали дело Господне и могли молиться так как Иисус молился отче прости им они они не знают что делают именно в такой трудной обстановке открываемся мы сами для себя и для людей тоже перед тем будем молиться я вам напомню один текст писания напомню его по памяти кажется в Геремии написано то что не буду говорить даже кто из пороков сказал но там написаны такие слова если в день бедствия ты оказался слабым то бедна сила твоя если в день бедствия не в день когда Бог тебя крестил Духом Святым не в день когда ты летал на крыльях веры не в день когда тебя носили на руках но в день бедствия если ты казался слабым то знаете в чем дело бедна сила твоя не великая сила власти тьмы не великая сила твоего противника а твоя сила бедная поэтому мы будем склонять колени будем молиться я знаю что сегодня практически почти все здесь верующие люди все верующие люди но может быть сегодня в нашем собрании есть все сердца которые хотели бы отдаться в руки господни чтобы в день бедствия быть под защитой крови христа чтобы в трудное время иметь помощь и защиту то я хотел бы мы встанем на ноги чтобы вы вышли сюда вперед сказали свою нужду церковь будет молиться за вас и ясное благословение господнее оно печаль с собой не приносит оно проносит радость благословение и всякое просвещение и освящение пожалуйста если кто желает чтобы за него помолились вот есть тот хотел бы сегодня покаяться отдать свое сердце господу можете выйти вперед церковь будет молиться за вас и вы не лишитесь той части благословения которое Бог на сегодняшний день предназначил для вас пожалуйста выходите братья будут молиться я не буду читать все записочки когда вы их писали то господь видел что вы писали здесь будут записочки о спасении об исцелении благодарственные и различные другие нужды в этом покуда братья беседуют там с теми кто вышел при лицо господне мы с вами опустимся на колени будем за все благодарить господа будем просить его милости и пусть рука господня чего не ляжет на сердце каждого из вас аминь мы благодарим еще раз и славим твое чудесное имя за то что ты однажды послал мир своего единородного сына того который господи был у тебя единственный и он пришел на нашу планету жил на ней 33 с половиной года и вы искупление господи наших грехов для того чтобы оправдать нас чтобы господи истребить все те грехи и преступления которые господи привели нас к смерти которые тяжелым бременем лежали на сердцах наших он взял на себя занес на Голговский крест и возгласил господи там на Голговском кресте совершилось как совершенное спасение как могущество твоей любви как амнищию для всех грешников за что мы славим тебя и благодарим дорогой Иисус слава тебе за то что ты оправдал нас за то что пройдет свою святую драгоценную кровь за то что неоднажды покрывал нас твоим благословением и когда мы господи падали на путях наших и были как раненые воины и господи находил нас там где мы были ты простирал нам свои руки ты поднимал нас и восстанавливал и мы сегодня славим тебя за победу на Голговском кресте за силу твоей крови за могущество твоей благодати за силу веры и за то что сегодня в слове твоем ты господи открываешь нам потому что мы терпим те или другие лишения потому господь если сегодня кто-то находится во власти тьмы если ты господи это допустил то Боже благослови эти души отдай им твою помощь и поддержку открой на них твои благословенные источники чтобы никто не поколебался чтобы никто не отпал чтобы никто не пал в бою чтобы никто не отрогся от тебя но чтобы это трудное время когда сгущаются силы тьмы было открыто твое великое попеченье силы твоей любви могущество Духа Святого и твоя великая святость которая сегодня является действующей для твоей славы Господь благослови нашу церковь ты знаешь всех изнемогших ты знаешь тех кто лишается последней надежды Господь восстанови Господи упавшее укрепи дрожащие колено поддержи опустившиеся руки укрепи Господи трепящиеся сердце и пусть сил от твоей любви распространиться над каждым кто сегодня умоляет лицо тьмы кто сегодня Господи хочет служить тебе кто не имеет победы над силами тьмы но Господи благодарение тебе ты однажды наступишь на эти силы тьмы ты однажды раздавишь их ты восторженствуешь Господи над ними еще раз и слава Твоя умножится и через тех людей которые сегодня в таком тяжелом положении переживают великие трудности на усчастенных обстоятельствах хотят служить тебе и проставлять Твое великое имя Господи я поднимаю к тебе мои усоры и с этими записочками Господь ты знаешь кем они написаны ты знаешь тех кто сегодня благодарит тебя за свою временную оказанную милость и помощь Господи слава тебе что ты небезгласен что ты небесчилен что ты могущественен и велик чтобы помогать чтобы отвечать на нужные проблемы Господь и когда ты видишь записочек которые написаны для того чтобы церковь помолилась за тех кто сегодня еще погибает до кого не достиг твой голос голос спасения и благодати Божия кто сегодня находится вдалеке от тебя Божия призови их ты знаешь как это сделать Господь и мы просим тебя создай им такие обстоятельства чтобы они не могли жить на земле но могли обратиться к тебе и вместе Господи получить и жизнь на земле и жизнь вечную и свободу в духе Господь ты знаешь тех кто сегодня болен ты знаешь тех кто переживает традиционного рода трудности дай им твою святую милость дай им твое благословение дай им твои откровения и вразумления и пусть сил от твоей любви еще раз громко прозвучит о твоем спасении о твоем прощении о твоей вечной милости и нескончаемой любви Господь ты знаешь тех наших братьев которые сегодня склонили колени перед тобой и перед церковью Господи благослови их ты знаешь что они у тебя просят ты знаешь что мне нуждается Господь благослови наполни духом святым дай твое обильное благословение и пусть любого твоя действующая в нашей церкви восприятие и проставить твое великое имя для твоей славы а за это служение за твою великую любовь и милость за все блага данные нам примет нас хвалу и благодарение как вежды наш Господь Отец Сын и Дух Святой Амин